Наверное, все знают, что наступила осень, и, может быть, кто-то еще не успел подготовиться к холодам. Поэтому в магазинах сейчас все больше и больше становится выбор всяческих обогревательных приборов. Соответственно, они существуют разные, и мы можем помочь вам с выбором, какой же вам все-таки больше подойдет. Существуют разные варианты, такие как тепловентиляторы классические, такие тепловентиляторы на керамике, обогреватели-радиаторы, также различные конвекторы. Существуют также довольно интересные приборы, такие как инфракрасный обогреватель. Чем же они все-таки отличаются, какие они дают преимущества, и какие же у них могут быть недостатки? Самый распространенный и самый популярный у населения вид обогревателей – это масляный радиатор. Это единственный вид, который называют радиаторами. По сути, это можно сравнить с обычной батареей. Только что батарея у нас наполнена водой, а масляный радиатор наполнен маслом. Преимущество – то, что он отдает тепло во все стороны, и большую площадь может нагревать буквально за мгновение. Тепло он отдает во все стороны. Из недостатков – единственный недостаток – то, что поверхность очень горячая, поэтому касаться ее не стоит. Следующим видом можно назвать тепловентилятор. Тоже высокая эффективность работы, особенно у керамических моделей, как, допустим, данная. Из недостатков – то, что если какая-то пыль попадает на нагревательный элемент, она может издавать характерный запах. Также такие модели характерно жужжат. Но эффективность таких моделей можно сравнить с масляными радиаторами. Также они могут работать по направленному типу, то есть обогревать сидящего рядом, допустим, с ним человека. Еще один вид – это конвекционный обогреватель. Он характерен тем, что не издает запаха, его удобно чистить, также высокая степень и коэффициент нагрева помещения, меньше палит воздух, но невысокая эффективность обогрева, поскольку нет принудительного какого-то обдула. Вентиляторы в нем не установлены, соответственно, все происходит за счет естественного потока воздуха. Теплый воздух идет вверх. Самым популярным на данный момент можно назвать инфракрасный обогреватель, который практически не имеет недостатков, не имеет запаха и шума, имеет направленный тип действия. То есть вы можете повернуть его на любого человека, находящегося в помещении, и он будет обогревать человека. Либо же, если вы хотите обогреть помещение, повернули на любую стенку, он будет греть стенку, диван. Кроватку ребенка, что угодно. Довольно интересный вариант. Существует тоже в различных вариациях, которые можно направить в разные стороны. Повешать под потолком, направить в любую сторону. Вернувшись к теме масляных радиаторов, могу добавить то, что модель очень распространенная, поскольку они очень недорогие по сравнению с другими. Также в них могут присутствовать дополнительные функции, такие как таймер, тепловентилятор, которые позволят дополнительно обогревать либо направленную температуру, либо же, например, не беспокоиться об его отключении, поскольку температурный режим можно выставить регулировкой самого радиатора, и он будет поддерживать соответствующую температуру. Если вы боитесь его оставлять дома отключенным, вам в этом случае поможет таймер, который поможет запрограммировать вам время отключения его вплоть до нескольких часов. То есть он может, допустим, днем работать, ночью быть отключенным. Конвекторы также могут работать по заданной температуре. Вы можете выставить рекомендуемое значение температуры в помещении, и он будет стараться ее поддерживать. Соответственно, либо экономить электроэнергию, либо же работать на максимальную теплоотдачу. Подводя итог, хотелось бы сказать, что грядут морозы. Поэтому, если вы не готовы к приходу мороза и холода в своем доме, можете уже начинать определяться с выбором сейчас. В магазинах сейчас богатый выбор обогревательных приборов. И продавцы-консультанты всегда будут рады помочь вам с выбором. Продолжение следует...